Всем привет! С вами Дмитрий и вы на канале Dmitry D Tutors. Сегодня мы рассмотрим финальные настройки Octane Render для данного интерьера. Так как в следующем уроке данной серии мы будем собирать изображения с помощью рендер пассов, сегодня поговорим про экспорт данных из Octane. Данный процесс несколько отличается от Cycles и имеет ряд ограничений. В левой части экрана, в вкладке View, отображается готовое изображение. Весь процесс рендера занял около 40 минут. Для разрешения 2560 на 1440 это очень неплохой результат. На экране отображается стандартный пасс комбайнд с прозрачностью в местах, где расположены окна. Прозрачность отображается в виде квадратиков разной плотности. Так как мы не вносили никакой цветокоррекции, изображение получилось чистым, без каких-либо изменений. В правой части экрана находится окно с настройками Octane. Начнем мы с одной из самых важных настроек, это Color Management. Так как в проекте я использую Asus, важно, чтобы View Transform был выставлен на RAW. Если здесь выбрать другую настройку, например, Standard или Filmic, будет происходить наложение двух цветовых пространств. Выставив настройку на RAW, мы получим превью изображения в линейном пространстве. Обращаю ваше внимание, это очень важно. Значение экспозиции и гаммы оставляем по умолчанию. В Octane Render есть возможность менять алгоритмы просчета изображения. По умолчанию используется Path Trace, который обладает хорошими показателями по скорости рендера, но не подходит для ситуаций, связанных с просчетом стекла, с высокими показателями яркости, конкретно в моей сцене. При этом алгоритме изображение может рендериться длительное время, но даже при очень высоких показателях сэмплинга, яркие пиксели или светлячки не исчезнут. Для таких задач предназначен алгоритм, который называется PMC. Он прекрасно справляется с такими задачами, но время рендеринга изображения очень и очень растет. В поле Max Samples я выставил значение 8096. Этого не хватит, чтобы получить чистое изображение. Но в Fusion я покажу, как использовать денойзер для таких задач. Он прекрасно справится с проблемой, описанной выше. В предыдущих уроках мы рассмотрели, как подобрать оптимальные значения для каналов диффузии и отражения. У меня получились вот такие числа. Для диффузии 7, для отражений 25. Я решил не разбивать изображение на слои и сделать единственный рендер. Параметры Caustic Blur я выставил на 0.2, так как у меня практически отсутствует этот эффект. Чем выше значение, тем менее размытым и менее точным будет полученное отражение. К GI Clamp я применил значение 15. Это очень важный параметр, который в дальнейшем пригодится нам на композе Fusion. Включаю галочку Alpha Channel для создания прозрачности. В дальнейшем это пригодится для создания другого фона. Сейчас мы вплотную подобрались к параметрам оптимизации рендера. Пункт Sampling, в котором есть два параметра PathTerminationPower и CogurientRatio. Согласно документации, чем выше значение PathTerminationPower, тем быстрее изображение будет рендериться. И это также может привести к увеличению шума в темных участках. CogurientRatio увеличивает скорость рендеринга. Но при высоких значениях могут появляться видимые шумы. Я остановился на следующих значениях. Чтобы не тратить время на постоянное изменение значений, их можно сохранить в пресеты. В раскрывающемся списке Presets в правой части есть кнопка плюс, с помощью которой можно сохранить настройки. Нажимаю плюс, добавляю имя и кликаю ОК. Теперь, если нажать на список, появится новый пресет с именем Production01. Если я поменяю значение ниже, здесь, здесь и так далее, и снова выберу пресет Production01, настройки вернутся в исходное сохраненное значение. Для того, чтобы не тратить времени бегать по вкладкам с поисками пресетов, я добавлю выпадающий список на панель избранного. Наводим на список, нажимаем правую кнопку и выбираем Add to Quick Favorites. Чтобы проверить, как это работает, я заменю несколько значений. Далее, в окне Viewport нажимаю клавишу Q, Quick Favorites и в списке нахожу готовый пресет. Такой способ позволяет быстро переключаться между готовыми настройками. Обратите внимание, этот способ также работает для Cycles. Если поменять значение и снова выбрать Production01, настройки не сразу отобразятся. Лишь спустя несколько секунд они обновятся. Чтобы добавить эффект мультяшности, сделать формы объектов более округлыми. В настройках камеры я использую свойство Distortion, которое добавляет эффект бочки. В Viewport отчетливо видно, что стол после рендеринга имеет кривизну. Это как раз получилось после внесения коррекции Distortion. При значении 1 эффект дисторсии будет максимально выражен. Теперь поговорим про отдельный список настроек, которые находятся в вкладке Octane Camera Imager. Если вкратце, ничего из этого списка я не планирую использовать. То есть мы будем собирать изображения вручную в Fusion. Даже если я внесу изменения по цвету, они не сохранятся в формате XR. Для того, чтобы внесенные изменения сохранились, необходимо сохранить изображения в формат 8 или 16 бит. Повторюсь, параметры, экспозиция, гамма, виньетирование, насыщенность, баланс белого, удаление светлячков, тон маппинг. Все эти параметры недоступны и не будут сохранены в float и XR формат. Следующий, очень важный пункт, это активация OSEO в рендер камере. Как я рассказывал ранее, в проекте мы будем использовать ACES для большей гибкости в плане настройки цвета. Напротив OSEO View нужно выбрать ACES sRGB. После этого изображение камеры будет отображаться в ACES. Общее время рендеринга изображения составило около 40 минут. Теперь я расскажу, какие рендер пассы мы будем использовать. Чтобы отобразить список от рендеринга компонентов, поменяю окно 3D Viewport на Compositor. В левой части есть нода Render Layers, в которой отображены все доступные после рендера компоненты. В правой части находится нода Composite и View, с помощью которой можно просматривать рендер пассы или любые другие компоненты. К сожалению, использовать Compositor и доступные ноды File Output для вывода изображения в формате EXAR не представляется возможным. Поэтому я просто покажу, как выглядят от рендеринга пассы. Чтобы активировать рендер пассы, нужно перейти в раздел и активировать нужные. Вот эти пассы одни из самых важных. К ним относятся компоненты диффузии направленного и ненаправленного света. Изображение здесь уже приумножено с пассом цвета. Также помимо этих пассов, нам потребуются каналы рефракции и трансмиссии, просвечивание. Далее я активирую дополнительные пассы из раздела CryptoMath по разделению в материалах. В разделе инфо мне потребуется Z-канал, маска ID материалов и глобальная маска для отделения интерьера от фона. Все эти компоненты сейчас доступны вот здесь. Они отрендерены и сейчас я покажу, как они выглядят. Чтобы быстро переключаться между пассами, наводим курсор мыши на Render Layers и нажимаем Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. Если у вас не получается переключать изображение между компонентами, необходимо активировать аддон Node Wrangler. Чтобы изображение отображалось в окне Compositor, активируем кнопку Backdrop. Так как в настройках рендера я выбрал размер 2560 на 1440, изображение получилось достаточно большое. В панели справа переходим в вкладку View, находим параметры Zoom и уменьшаем его до нужных значений. Примерно так. С помощью комбинации клавиш Alt плюс средняя кнопка мыши перемещаю изображение в правую часть вьюпорта, а Node смещаю в левую часть. Сейчас я пролистаю список всех от рендеринговых рендер пассов. Получился достаточно большой список. В разделе Dimensions указываю размер, который будет использован при рендеринге. Множитель сейчас равен 100%. То есть на выходе мы получим изображение один к одному. Далее поговорим о том, какие параметры сохранения будем использовать. Сейчас у нас есть две вкладки Output. Первая, системная, Blender. И вторая, Octane Output. В системной вкладке Output необходимо указать путь, куда будет сохранен файл после рендеринга. Чтобы сохранить все отрендеренные пассы, файл и XR, мы будем использовать Octane Output. Активируем следующие настройки. Формат XR 32-bit float. Обязательно экспорт мультилейер XR. Цветовое пространство Asus-ACCG. Файл будет сохранен после финального рендеринга. Итак, мы закончили краткий вводный курс по работе с Octane в Blender. В следующей серии я буду рассказывать о том, как работать с рендер пассами, а также использовать Asus Fusion. Мы научимся собирать изображения, подобно тому, как это делает рендер, и вносить в него изменения. Уроки будут очень интересными. А сейчас я бы хотел выразить благодарность всем подписчикам и тем, кто смотрит это видео без подписки. Я всегда рад новым лайкам и новым комментариям. Это очень приятно и мотивирует меня на создание нового контента. Есть вопросы? Что-то не получается сделать? Пишите в комментариях или телеграм-канал. Удачи вам! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok